И всем привет ребят, с вами Старбакия, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное устройство, которое появилось у меня в рамках моего бездонат, ну как мисс донат, второго моего аккаунта, уже никто его не называет бездонатом. Попробуем реализовать сегодня молота на дальность с охотничьим дуплетом, посмотрим как он себя показывает в рамках матчмейкинга после новых обновлений, ну и играть с ним я буду, я вот даже не знаю на чем лучше, на викинге, либо на крусейдере, на крусейдер у меня здесь, а у меня здесь нету устройства на дальность, есть хантер, о давайте на хантере, я думаю что на хантере будет прям очень круто и интересно это все дело смотреться, сыграем на хантера молоте с кризиса, по резисту у нас все та же самая вкуснейшая 25 очка у меня стоит, последний грубо говоря день ее у нас остается, ну и попробуем показать прям супер крутой результат на этой комбине, а если вы ждали видеоролик и вам нравятся видосы посвященные игровой тематике, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в его розыгрыше. на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас регулируем аккаунтки, что на тему личный, так, так, тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо режима, где лучше всего реализовать такую комбинацию, я думаю что это TDM, именно в TDM такая комбинка должна работать просто великолепно. Ну и посмотрим, проверим прав ли я в этом плане, пикаем в TDM, по заданкам у меня кстати тут тоже не так много осталось, можно будет в ближайшем будущем открыть даже наверное контейнеры на этом аккаунте перед скидочками. Ну и сегодня у нас в игре тоже появился новый челлендж с фризом Легаси в конце, не стал я по этому поводу записывать никакой видос, потому что по челленджам уже все стало так очень однотипно, и ничего здесь нового не появляется. Ну и фриз Легаси это тот скин, который выдавался в ивентах, не помню где, но какой-то был определенный ивент, где этот фриз Легаси можно было получить, теперь его добавляют в челлендж. Ну и очередной скин, который по сути и так у меня был, поэтому немножечко в этом плане грустновато конечно, но ладно, как есть так есть. Так, что касаемо здесь, заданок оказаться победившими, премиум аккаунт, премки у меня нету, спецрежим, недельные, есть ли тут какие-то, а недельные у меня вообще не выполнены, поэтому в принципе можно будет тут тоже выполнить, но что-то меня не кидает в командный бой, поэтому наверное давайте лучше мы пикнем быстрый боёчек, чтобы уж супер много времени у нас всё это дело не занимало, раз уж ТДМочку не хочет нас закидывать сразу, то пикаем быстрый боёк. Так, ну и пробуем реализовать наш комбинейшн, супер вкусный комбинейшн. Куда нас сейчас закинет? О, а меня закидывает на ТДМ. Прикольно, да? Пикал ТДМку, ТДМку не кидал, а пикнул быстрый бой и в ТДМ меня сразу закинуло. Прикольненько, прикольненько. Так, по позиционке, где нам лучше всего стоять? Ну наверное давайте попробуем встать где-нибудь сверху, у меня кстати ДДшек в очередной раз мало. В очередной раз ДД у меня стало мало на аккаунте, но вот, ух ты, не, ну вот если мне так будет залетать с копья, то это будет очень неприятно. Копьё на сегодняшний момент времени в балансе находится в лютом, поэтому здесь может мне вот так вот залетать в головешечку. Но, как будто бы, когда у меня есть молот, который дамажит с такого большого расстояния, как будто бы это не такая уж и большая проблема. Главное давать четко выстрелы в цель. Чел даже не понимает, откуда ему летит выстрел, откуда ему летит урон, потому что молота дроби на ночной карте особо сильно не видны. Ну и плюс ко всему прочему, вы должны понимать, что с расстояния этот молот все так же наносит большое количество урона. Офигеть, я просто до базы дотянул до базы, офигеть. Отсюда можно просто стрелять до самого респа. Офигеть, это очень жестко. Так, появляется у меня уже овердрайв. Было бы неплохо подворвать, наверное. Наверное, вот такую давайте оверочку нажмем. Интересную. Не будем никуда ехать, просто уберем противника с подъема. Так, ну и у нас начинается прям лютая какая-то развалка. Начинается лютая развалка, при том, что противник по звонкам у нас выглядит неплохо. Перезядка, кстати, этого молота довольно-таки неплохая. Ну и отсюда сверху вниз я могу на постоянке наносить супер большое количество урона за счет того, что у меня дальность молота супер большая. Прям супер большая. То есть мне отсюда с такой позиции хватает стрелять до респа. С центра до респа. Вообще в легкую. Ну и плюс еще реализация овердрайва под подъем. Ой, креточек на 3000. Боже, какая это грязь. Какая это грязючка, ребяточки. Какая же это грязь. Просто сверху до респа мы здесь дотягиваем. Хочешь тебе по магнему урон. Хочешь по викингу урон. Полторушка скрита просто залетает. Единственное, только под крейсом у меня тратится большое количество дедулек. Так, ну и вот под викинга, кстати, овердрайвом. Здесь бы я мог бы сверху тоже очень неплохое дополнительное количество киллов иметь. Да, потому что здесь бы я бы еще бы, ух, две с половиной просто. Мог бы еще бы добавочку делать здесь. Так, под реализацию овердрайва. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Как мы можем реализовать нашу оверку? О, кстати. Васпик едет на меня. Как будто в одного васпани хочется прожимать овер. А вот сейчас так подворвать. Отъезжает противник. Ну, придется жать вот здесь. Придется жать вот здесь, чтобы меня хантер потом с овердрайва не нагнул. Но меня все равно гром здесь сливает. 13 киллов у нас. Шикарную позицию я нашел для себя. Для реализации здесь сверху. И я думаю, что мы можем продолжать на ней стоять. Ай, чуть-чуть не дотянулся я до критов диктатора. Под критами диктатора могло бы быть сейчас мега вкусненько. Так, закидываем вот такую вот гранаточку на ход ноги. Так, ну и пробуем накинуть еще урон здесь по воску. Неплохие тычки залетают. Ну и меня в очередной раз один и тот же гром сливает. По киллам у нас отрыв уже хороший. Прям очень хороший отрыв. Ну и надо стараться увеличивать этот отрывчик. Очень хорошие тычки у нас залетают по Тесле вражеской. Самый прикол, что я могу с большого расстояния наносить 2000 урона. Просто вот у тебя противник стоит на базе. Да, ты ему просто через пол карты, чуть ли не через всю карту, даешь два косаря с двух молотов. Но это очень жестко. Я считаю, что такая пушка начинает сразу очень круто себя показывать в таких ситуациях. Так, у меня появляется опять овердрайв. Хочется, наверное, даже прыгнуть и прожать. Но с другой стороны я понимаю, что это не так круто. Потому что я полечу, скорее всего, сразу после этого на респ. Но эффектность выстрела в такой ситуации, конечно, зашкаливает. И поэтому в моменте все равно хочется такую грязючку прожимать. Да, но зато после этого тебе все равно придется лететь на респаун. 18 киллов у нас. 8 минут до конца. Выглядит так, что здесь у нас будет досрочка. И, кстати, Фауст начинает тоже здесь у нас за нашу команду набирать большое количество киллов. Фауст супер эмбовое устройство на сегодняшний момент времени на молот. И ни для кого не секрет, что оно может показывать очень крутые результаты. Также плюс-минус, как и гидрочка, которая против появляется у бойца. Гидрочка мне тоже очень сильно нравится. Чуть низ не упал. Так, есть у меня, кстати, еще же гранаты. Можно еще гранатки тут закидывать. Вот такие вот интересные под респаун. Переборщил немножечко я с полетом. Залетела она у нас аж черешка. Через карту. Так, по Теслочке неплохая пичка залетает. Здесь по Викингу тоже еще двоечку дадим. Здесь по Хантеру попытаемся еще чуть-чуть поднанести. Есть у нас тут Васпа и Зидочка, который можно тоже поднакидать. Ой, хорошая полторушечка скрита залетает. Громчик открывается под нас. Чуть-чуть откатываем на широкую, чтобы по нам так много не залетало. Так, ну и продолжаем, продолжаем уносить противника без шансов. Просто без шансов развалочку делать. Гидра хочет попасть по мне, но у него автонаводки здесь по мне не будет. Да, и он не сможет на такой ярус поднять свой выстрел. Васпик с бомбой. Хорошо, отлично, великолепно. Ничего страшного, бомбочку мы выключим, чтобы продолжить жить на этой позиционке. Чуть-чуть спустимся на низ, чтобы рикошет меня тут не взбодрил. Но он продолжает пытаться меня сливать. Отличная полторушка залетает. Критов, кстати, у этого устройства довольно-таки неплохое количество вылетает. Так, отлично. Еще шотик с крита залетает по титану вражескому. Очень много критов, очень много критов. Сейчас три баллона подряд у меня хотя бы один крит залетал. Так, ну и пытается все это вражеский страйкер по мне хоть как-то попасть. Но особо сильно у него, честно говоря, здесь ничего не получается. Мы продолжаем занимать самую выгодную позицию на этой карте. И противник, по сути, ничего абсолютно сделать нам не может на дистанции. О, ну здесь, ладно, находит он все-таки прострельчик, где можно меня зацепить. И 25 киллов на 5. Шикарнейший счет для молота на Хантере. Да, с Викингом, может быть, я даже еще больше киллов бы имел бы за счет прожатия грамотных Оуди сверху и уничтожения противника. Но хотелось что-то подразнообразить. В этом плане отличный овердрайв на двоих срабатывает еще. Одного добиваем, второго добивают наши тиммейты. Еще неплохой шотик. 28 киллов у нас уже имеется. Попробуем сейчас вот такую вот гранатку закинуть. Надеюсь, что она докуда-то... Ух ты, долетит! Не просто долетит, еще и уносит оппонента. Шикарнейшая реализация. Еще и гранатки. Так, молот поднимается у нас наверх. Дает три шота. А, у него пятиступенка. Не ожидал я, что у него пятиступеночка. Что у него продолжатся еще выстрелы после трех. Я думал, он трешку разряжает и дальше мы ему добавочки даем вкусненькие. А тут оказывается, что у него пятиступеночка. И он мне еще и продленкинса сумел здесь оформить. Викинга рикошет открывается под нас. Отлично. Забирают у нас, кстати, верхнюю позицию. Но это, я думаю, что временная вещь. Я надолго у нас такую позиционку забрать противники не смогут. При том, что у меня уже появляется овердрайв под врывалову. Блин, ну и я вжимаю просто в одного. Сливаю васпика, сливаю бомбочку, которую он здесь для меня поставил. Отличная, кстати, контра. С точки зрения хантера, овердрайва. Но иногда, конечно, хочется с этого овера дать побольше киллов. Когда ты даешь один килл, это немножечко не то, что бы тебе хотелось. Так, попробуем здесь закинуть такую наверх гранатку. Не знаю, залетит она или нет. Нет, к сожалению, она куда-то улетела в другую сторону. Так, ну и верхняя позиция пока что целиком и полностью контролируется противником. Хантер здесь в меня еще вжимается. У него пятидесятипроцентный рез. И, к глубочайшему сожалению, его я здесь не переигрываю. Не переигрываю. 16 киллов у нас остается до конца. Кстати, надо было миночки не забывать прожимать. У нас там заданка на прожатие мин просто есть. Так, опа. Икриточки вкусные раздают мне. Пробуем сейчас под этими критами подраздать грязючку. Три с половиной просто с выстрела залетает в кабинет. Отличный еще даблшотик по двоим залетает. Отлично. 34 килла. 5 киллов у нас, кстати, до конца остается. Ну и, по сути, наверное, сейчас мы уже будем заканчивать нашу каточку. Взбежаемся в упор с викинга-страйкером, который здесь в двадцатке пытается что-то тоже наносить. Три килла до конца. Ну и я свой овердрайв даже не успею сейчас реализовать. Скорее всего, наши тиммейты просто быстро добьют эти два килла. Хотя нет, особо не получается ни у кого ничего добивать. Поэтому я успеваю еще ужать овер и сделать ластовый килл для себя. Шикарнейшая реализация Хантера Молота. 36 на 9 получается у нас в рамках этого боя. И вот вам устройство, которое на Молот на сегодняшний момент времени даже на больших картах может показывать супер-крутые результаты. Я считаю, что оно до сих пор является супер-эмбовым. Ну и главное, чтобы просто не было у всех противников резиста от молота. Если будут, конечно, все срезами, ну тогда будет тяжеловато. А так, если 2-3-4 реза, я думаю, что спокойно можно выжимать максимум с этого устройства. Пишите, что вы думаете по поводу молота на дальность. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем... Субтитры сделал DimaTorzok